Здравствуйте. Когда мы читаем Библию, в Библии есть много разных историй. Например, есть история о человеке, который попался разбойником. И история эта начинается с того, как человек попался разбойником. И этот человек встречает Иисуса, который является добрым самарянином. И Библия описывает, как этот человек приобретает истинный покой и отдых. Библия с разных сторон показывает и описывает тот мир, в котором, встретив Иисуса, мы приобретаем покой. Это касается также истории Йосифа. Братья завидовали и продали Йосифа Египет в рабство. С одной стороны, если подумать, как это можно родного брата отправить в рабство. Знаете, те люди, которые стоят против Бога, они всегда противятся людям Божьим. Йосиф был продан в рабство Египет. В доме Патифара было неплохо жить. Но жена Патифара начала соблазнять Иосифа, чтобы Иосиф согрешил. Бог хочет поставить Иосифа драгоценным служителем. Сатана же делает так, чтобы соблазнить Иосифа и разрушить его жизнь. Иосиф же не повиновался ей. Тогда его посадили в темницу. Он молится, Бог, помоги мне. Вы не представляете, как он искренне просил у Бога. Он истолковал сон Хлебодара и Виночерпия. Иосиф растолковал их сны. Виночерпия он сказал, «Через три дня восстановит тебе царь твою должность». Хлебодар уже сказал, что через три дня тебя казнят. Знаете, Библия, она такая интересная. Если вы посмотрите Бытие 40-й главу 1 стих, там написано, что «Что виноват, черпец, что Хлебодар оба согрешили и оказались в темнице?» И они, находясь в темнице, ничего не сделали. Просто им снились сны. Хлебодар. Ему приснился сон о гибели. Виночерпивший ему приснился сон о спасении. И это удивительно, как Бог действует. Например, в истории о человеке, который попался в разбойника, Бог с разных сторон показывает, как Он отличается от нас, людей. Знаете, как сегодня во многих церквях служители учат братьев и сестер? Они говорят, что надо стараться, надо делать добрые дела, надо покаяться. Они учат, что мы должны что-то делать. Однако, ничто из того, что мы делаем, не может спасти нас. Конечно, простите, что я говорю об этом. В детстве я был очень голодным. И поэтому, хотя я так много ем, но мне еще не хватает, кажется. Мне так нравится вкусно есть. Я завтракаю дома, а обедаю в молитвенном доме. После завтрака в 7 утра я приезжаю в молитвенный дом, и потом, после вечернего собрания, возвращаюсь домой. Если бы я не ужинал, было бы хорошо. Но ужин настолько вкусный, когда я вспоминаю те сложные времена, знаете, это не год, не два года было. Но я так благодарен, что могу вкусно есть. И так вкусно готовят. Пока мы живем в этом мире, что хлеба дать, что виночерпи оба согрешили. Но важно, куда принадлежать их сердца. Виночерпи увидел виноградную лозу и нашел отдых под виноградной лозой. Виноградная лоза символизирует Иисуса. И его сердце получает благословение от Иисуса. А три корзины хлеба тоже символизирует Иисуса Христа. Но ему чего-то не хватало. И поэтому думает, что он что-то должен делать. Хлеб символизирует тело Иисуса Христа, а вино символизирует кровь Иисуса Христа. Одного тела Иисуса Христа предостаточно, чтобы спасти нас от греха. Но у хлеба дара было три корзины. А сверху еще что он положил? Положил свои дела, добрые поступки свои. Почему? Как я сказал, хлеб символизирует тело Иисуса Христа. И крови, которую Иисус дал за наш грех на кресте, его достаточно. Но нам кажется, что чего-то не хватает, и это закрывает все хлебы. В конце концов, хлеба дара погибает. Хотя они оба согрешили одинаково. Один спасается, другой же погибает. Не потому, что они не согрешили. Не потому, что кто-то был из них вернее. Они смотрят, я смотрю на свое дело, или же смотрю на дело Иисуса. Библия говорит нам. Не от дел. Не от дел. Что бы вы хорошо ни делали, это дела. И даже если вы плохо все сделали, это дела. Как бы вы ни старались, это дела. А Библия говорит, что не от дел. Если Библия говорит не от дел, значит, дела не имеют никакого значения. Кровь и тело Иисуса Христа имеют значение. Хлеба дар. Хлеба дар. И что он сделал? Было три корзины решетчатых. А, тело Иисуса Христа было дано на кресте ради меня. На это нужно смотреть. Но он сверху положил свои дела. Иосиф сказал, что ты умрешь через три дня. Почему? То, что вы сделали хорошо, то, что вы здесь старались, ваши усилия, ваша верность, ваша десятина, ваши добрые дела. Разве их мы можем поменять на крест Иисуса? Разве их можно сравнить с крестом Иисуса? Разве их можно сменить с крестом Иисуса? Перед крестом Иисуса Христа. Никакие дела. Они подобны пыли. Люди же заинтересованы в своих делах. И поэтому становятся хребодаром. Когда я сделал что-то хорошо. О, я так прославил Бога. Я так сделал хорошо. Если же я делаю плохо. Ой, Господи, прости меня. Люди заинтересованы на своих делах. Как я говорил, в бытие написано. Иса в пути лица старался, охотился и поймал дичь, но отец сразу же отказывается. Знаете, почему Бог написал эту историю? Он говорит, делами невозможно. В десятины невозможно попасть в Царство Небесное. Они не должны идти впереди Иисуса. Это не значит не делать добрые дела. Но ни в коем случае они не должны быть впереди дел Иисуса. Знаете, в детстве, когда я ходил в пресвекторианскую церковь, я всегда зависел от дел. Я говорил, ой, Господи, спасибо, что-то со мною. Я согрешил, Господи. Это были мои дела. Иосиф оказался в темнице. Что же Бог показывает ему? Он вытащил из темницы его. И Бог хотел ввести его. Иосиф доходился в отчаянии, но потом он становится правителем и спасает свою семью, весь народ. И это земля Госем. Река Нил течет в сторону севера. Воды Африканского континента перетекают в Средиземное море. В Африке деревья и листья, которые гниют, они попадают в воду и начинают течь. А песок, который там, оно мелкое-мелкое, как порошок. И получается, оно намного легче, чем обычный песок. И они собираются у выхода реки Нил. Они собираются, закрываются и закрывают путь реки. И тогда ручьи, они начинают искать новые пути. Обычно реки так устроены, что они собираются в единое. А река Нил, наоборот, она из одной реки выходит множество ручьев. И земля, которая называется Госем. Это очень плодородная земля. Это очень хорошая земля, чтобы заниматься земледелием. Иосиф сказал, братья, братья, это самая плодородная земля в Египте. Поэтому живите здесь. И он смог спасти своих родителей, братьев и всю свою семью. И Господь Бог совершает эту работу в нашей жизни. Как у Иосифа, как у Давида. Если подумать по-человечески, в моем доме, пресс-фиктор Уйонг-Джин, это младший сын моей старшей сестры. Старший есть Сионг-Джин и Йонг-До. У сестры было трое сыновей. Йонг-До – миссионер в Великобритании. Он является председателем молитвенного союза в Англии. Я спросил, как ты стал председателем? Он говорит, я иногда участвовал на пастырском собрании. И однажды мне сказали, чтобы я стал председателем. Они сказали, по-моему, это самая духовная среди нас. Тогда он сказал, ну я же плохо говорю по-английски. Нет, твоих знаний английского достаточно. Ты будь председателем. Будет лучше. Хорошо, давайте тогда я буду председателем, а вы мне поможете? И союз служителей в Англии поставил его председателя. И раз в месяц они проводят собрание и говорят, чтобы я передавал слово. Когда Евангелие начало входить в их сердца, служители начали меняться. Знаете, я долгое время жил в Атиме, во Грехе. Но Господь Бог постоянно делал, чтобы я являл славу Божию. Позавчера мы проводили форум служителей СЛФ для африканского континента. Участвовало 250 миллионов служителей. Мне было непонятно, как это возможно. Конечно, мы проводили в режиме онлайн. Служители были очень сильно тронуты слушать слово. Вчера в 8 часов министр по делам религии Ганны попросил дать мне интервью ему. На протяжении 7-8 месяцев я около 300 в ЯПИ персонами встретился в прошлом году. Мы открыли многие телестанции. Мне кажется, это было очень хорошо. Многие ректора вузов, представители правительства. Вчера в 6 утра я давал интервью министру по делам религии. Это был министр из Ганны. Он был очень скромный. Мы беседовали с ним. И он получил спасение. Потом в первой половине дня я встретился с министром по делам молодежи. Оба министра были из Ганны. И мы обсуждали о том, что правительство Ганны выделит нам землю. С одной стороны, я благодарен. Но с другой стороны, нужно тратить тогда деньги, поскольку нужно строить здание. Мы строим сейчас центр в Бенине, потом в Замбии, потом в Королевстве Сватини. В разных министрах мы строим центры. Мы строили центры в Гаити. И мы совершаем подобные дела. Если посмотреть, все события, связанные с Евангелием. И христианство всего мира сосредоточило свое внимание на нас. Скоро я поеду в США. И постоянно меняется программа. Многие люди хотят со мной встретиться. И размышляют, добавляете эту встречу или нет. Вчера позвонила сестра Кимюни Нюнок. Она сказала, что встретите со мной в Вашингтоне. Но потом сказали, что я не поеду в Вашингтон. И она сказала, что приедете в Филадельфию. Я благодарен, что Бог действует в моей жизни. Когда мы начинали, мы были немощны, слабые. Но Господь Бог делает нас такими, которых Он использует. Мне трудно в это поверить. Кто я такой? Кто я такой? Но Господь Бог удивительным образом использует меня. Наверное, у Иосифа было такое сердце, когда его Бог поставил правителем. Или то, что происходило у Давида, происходит в моей жизни. Каждый раз, когда Давид победил Голиаф и хотел заниматься делами Бога, Сатана всячески пытался убить Давида. Его мучили, устраивали гонения, устраивали трудности. В конце концов, Давид убежал к филиссимлянам. Но однажды, когда он был у филиссимлян, город Сек-Лак, в котором он жил, был сожжен. Всех детей взяли в плен. Солдаты плакали, пока у них не стало силы плакать. Потом один из них сказал, «Мы думали, что Давид станет царем, поэтому последовали за ним». «Ну что это такое?» «Мы потеряли жен и детей». «Да какой толк от того, если он станет царем?» «Я ухожу от него». «А давайте мы убьем Давида и уйдем». Грубые люди взяли камни и начали окружать Давида. Давид тоже потерял жен. Потерял сыновей. Он оказался в очень сложной ситуации. Я размышлял, а были ли в моей жизни подобные ситуации? Ни разу такого не было. Мне кажется, у меня не было настолько больших проблем, как у Давида. Да, конечно, меня судили. Часто я голодал. Были трудности в моей жизни. Да, были сложности. У меня были проблемы с сердцем. Но я был так рад увидеть, как Бог решает все вопросы. Когда Сик-Элак был сожжен, Давид, он прискакал на коне, пришел домой, и когда приближались к городу, видят дым. Что это за дым? Что это такое? Остался разрушенный город. И жены детей всех забрали в плен. И они ничего не могли поделать. Куда пойти? Откуда они знают? Разве у них есть адрес? Или есть следы? Они плакали и плакали. Солдаты сказали, давайте убьем Давида. Солдаты взяли в руки камни и подошли к Давиду. Давид сказал в себе, «Господи, неужели это результат моей жизни? Господи, где я могу крыться?» Давид находился в беспокойстве. Никто не знает, когда полетит первый камень. Но в конце концов он увидел деяние Бога. «Господи, если я последуюсь, смогу ли догнать?» И в сердце Давида Бог отвечал, «Да, следуй. Ты догонишь и возвратишь». Давид сказал, «Да если вы хотите, можете бросить камень в меня. Но посмотрите мне сказать одно. Посмотрите вокруг. Подумайте, если вы бросите в меня камень, разве вы сможете найти жен и детей? Я побеждал множество воинов. И вы думаете, это сражение я проиграю? Когда мы сражались в хороших условиях, когда я боролся с Даголиафом, разве было справедливое условие? Нет, там были ужасные условия. Во всех сражениях было так. Но разве мы хотя бы раз проиграли? Разве хотя бы раз Бог оставлял нас? Нет, Он всегда нам давал победу. И сегодня мы победим. Последуем. Солдаты подумали про себя. «Да если убить Давида, ничего не останется». Они последовали за словами Давида. «А куда же нужно идти? В каком направлении нужно идти? Кто сжег наш дом? Куда же пошли наши дети и жены? Не могли найти следов даже». Но на дороге увидели одну юношу. «О, кто это? Тут человек лежит! Пройдемте! Все, не обращайте внимания! Ведь так должно быть сказать. Почему он лежит? Дайте ему воды!» «Он живой?» «Да, он живой!» «Он умирает!» «Может, его нужно накормить?» «Его накормили...» Это юноша поел и пришел в себя. Давид спросил, «Кто ты?» «Да, я египтянин». «Я раб Амаликитянина». «Мы сожгли город Сикилак». «Ничего себе! Бог дал нам путеводителя!» «Ты знаешь, где находятся Амаликитяне?» «Да, конечно, я там жил». «Можешь показать нам дорогу?» «Да, если вы пообещаете, что не убьете меня». «Да, мы клянемся, что не убьем тебя». «Не беспокойся». И они пошли. «Очень быстро...» «Смогли достичь Амаликитян». «И с утра до вечера они сражались». «И враги не смогли победить Давида». «Он победил всех врагов». «И все разбежали, и они все вернули». «Обняв сыновей, обняв жен». «Они смогли приобрести все, и еще плюс к этому богатство». «Давайте пойдем в Сикилак и построим дома». «Да, чтобы построить дом, нужно ни день, ни два, намного больше времени». «Давид спрашивает у Бога, Господи, возвратите мне в Израиль». «Да, возвращайся». «Он вернулся». «А куда мне пойти, Господи?» «Иди, Хеврон». «Он пошел в Хеврон». «Он дал множество даров старшинам в Хевроне». «Они смогли получить много богатства от Амаликитян». «И тогда жители Хеврона полюбили Давида». «Когда Давид вернулся в Хеврон, Саул умер». «И тогда люди поставили Давида царем». «Мы должны идти вместе с Господом». «Пастор Пак Сунг Су?» «У него были проблемы с печенью». «Но об этом не все знали». «И говорят, что он получил вакцину». «А эту вакцину нельзя принимать, если у тебя проблемы с печенью». «Его здоровье ухудшилось». «Его положили в больницу компании «Самсунг». «Но сказали, что нельзя с ним видеться». «Сказали, что это трудно». «Приехала его супруга». «Четыре утра мне позвонили». «И жена миссионера, которая находится в самоизоляции». «Я поехал за нею». «И поехали вместе». «В больнице сказали, что он находится в критическом состоянии». «И мы поехали в больницу компании «Самсунг». «Но в больнице меня не пустили». «Когда я ехал, и с администрацией района позвонили. «И сказали, почему вы двигаетесь?» «Рано утром позвонили». «Тогда мы пояснили». «Сейчас в больнице «Самсунг». Ее муж находится и говорит, что он в критическом состоянии. Поэтому она вынуждена встретить его». «Но они продолжали звонить». «Когда дали телефон медсестре, только тогда он поверил нам». «Я долго ждал». «Утром солнце взошло». «Я вернулся в церковь». «Отвез жену миссионера домой». «Мы не могли ничего сделать в больнице». «Может быть, сейчас он уже покинул этот мир». «Но мы не можем его увидеть». «Я размышлял о пастре Паксунсу». «Он служил Евангелию в Украине, потом перевели его в Казахстан». «Он совершал драгоценные труды». «Если бы Бог не помог его жизни». «Он сейчас в Корее, но я не могу с ним встретиться». «Врачи говорят, что сегодня, скорее всего, он умрет». «У нас в городе Ким Чон есть небольшая гора. И там есть кладбище, которое мы используем для тех людей, которые служили Евангелию. Но официально там не разрешили нам. Поэтому мы не могли сделать хорошее кладбище. Но в этот раз мы смогли хорошо оформить. И сделали небольшое кладбище. И предоставляем место для тех людей, которые служили Евангелию. «Я размышлял об этом. Пастор Паксунсу? Да, хорошо. Возвращайся к Богу». «Я поставлю памятник о тебе на горитый док». «Но ты... Что в Казахстане? И в России ты совершал много драгоценных дел. Я очень благодарен тебе. Мне сказали, что тебе 60 в этом году. Нельзя ли было остаться подольше? Конечно, это может быть воля Бога. Ты был очень драгоценным служителем Бога. Ты совершал много открытий в России. Он был немножко простым и чистым человеком. Но всем сердцем служил Евангелию. Когда он трудился в Украине. Так было хорошо. Я был благодарен перед Богом. Я отпускаю тебя. Без сожаления отпускаю тебя. Ты на удовольствие трудился ради Бога. И церковь в Украине хороша. И церковь в Казахстане хороша. Отпускаю тебя без сожаления. Я говорил ему про себя. В нашей церкви есть такие драгоценные служители. Которые отдали всю свою жизнь ради Евангелия. Которые отдали все сердце свое ради Евангелия. Пастор Уксупак. Он служит в большой церкви. Хорошо ездит. Ездит на хорошей машине. Хорошо живет. Но вы, миссионеры, так трудились. И вы дали множество прекрасных плодов. Есть то, что я хочу сказать перед Богом. Господь, пускай наши братья и сестры живут нехорошо. Не обязательно им жить хорошо. Главное, позволим им жить ради Евангелия. Пускай они станут людьми, которых использует Бог. Пускай они будут близки сердцем с тобою. Ничего страшного, если они жить будут плохо. Пускай у них будут трудности, пускай будут тяжести. Но главное, чтобы они шли с тобою. И служили тебе. Чтобы не отдавали свои сердца плацким желаниям. И чтобы долго-долго жили ради Евангелия. И стали перед тобой, Господи. Как Пак Сунг Су. Мне скоро будет 80 лет. А ему только 60. Он такой еще молодой. Минимум должен был работать еще 20-30 лет. Господь, мы не знаем, почему ты его забрал. Но я размышлял. Мы находимся в реальности. Когда нам что-то нравится, мы сразу следуем за тем, что нам нравится. Но если мы посмотрим на всю нашу жизнь, и страдания, и испытания, и счастье, это ничто. Есть одно, что остается. Это то, что Иисус использовал меня. То, что Иисус спас меня от греха. Я следовал всю жизнь за Иисуса. Я служил ради Евангелия. Неважно, я делал хорошо или плохо. Я стал проповедником Евангелия. Может быть, я не везде побывал. Но я служил ради Господа, ради Евангелия. Я хочу увидеть, как Бог открывает пути перед нами. Если посмотрим на жизнь Давида, было много испытаний. Когда город Секиллах был сожжен, казалось, что Бога нет. Когда Иосиф оказался в темнице. Господь, неужели ты жив? Я же всем сердцем служил тебе. Я же даже победил соблазнение с женой Патифара. Почему же я должен оказаться в темнице? Мне же так тяжело. Об этом в Библии не написано нигде. Потому что в центре сердца Иосифа был Господь Бог. Это очень драгоценное и прекрасное сердце. Скоро, когда я стану еще старше, я хочу написать книгу о служителях. Как наши служители победили испытания жизни. И как они верили в Бога. И как они шли вместе с Господом. Я помню много драгоценных свидетельств. Но я немножко боюсь написать эту книгу. Может быть, это только моя точка зрения. Некоторые люди могут сказать, «Но я же так не думал». Я не знаю глубоко всех людей. Но по всему миру, через наших служителей, Бог начинает трудиться. В этот раз и из Савки 250 миллионов человек участвовали на нашем собрании. Я был так благодарен, что многие телерадиостанции из-за коронавируса не могли транспортировать спортированные игры футбол, бейсбол, ни баскетбол. И поэтому многие телерадиостанции могли транслировать наше слово. Не важно, какие были причины. Но произошло то, что мы не могли представить. 655 телерадиостанций. Если попросить телестанцию КБС транслировать слово «пасторук-супак» или телестанции «МБС», что они скажут нам? Наверное, они засмеются. Но многие станции из-за границы, не одна станция, и не раз, а не много раз транслировали мое слово. Даже это слово, которое вы слушаете, транслируется. Я благодарил Бога за это. Так делает Бог. Сегодня утром я хочу сказать вам, дорогие слушатели, неважно, кем вы являетесь, Бог хочет трудиться в вас. Он не требует от вас многого. Одно Он хочет — веруйте в Бога, даже если вам тяжело. Бог знает, что мне тяжело. Если Бог знает, Он построил удивительный план. Когда мы верим в Бога, Бог не разочаровывает нас с такой верой. Пускай центр вашей души станет Бог. Пускай сердце Бога будет в вас. Живите ради Господа. А также время будет идти. Люди, чьи сердца были направлены к Богу, в них будет виден деяние Бога. И вы будете становиться ближе и ближе к Богу. Но люди, которые следуют за плотью, по разным причинам они уйдут из церкви. Сатана никогда не останавливается. «Ой, перестану ходить в церковь. Отдохну». И чтобы было правильно, я скажу, что я занят. Скажу, что церковь или пасуху исполнив прав. И создают разные-разные слухи. Наши братья, наши сестры, с которыми мы вместе проповедовали Евангелие, которые вместе радовались, к сожалению, они начинают противиться Богу. Если мы посмотрим Библию, есть Сатана и есть Господь. Так же было у Давида, было у Иосифа. У многих служителей Бога было так. Были испытания. Однажды один брат пришел ко мне и говорит, «Пастор, вам должно быть стыдно». «За что?» Я спросил. «Вас же судят. Разве это хорошо?» Я сказал, «И Иисуса осудили, и Петра осудили, и Павла осудили». «Разве вы такой, как Павел или Петр?» Я сказал, «Нет, я отличаюсь». Но под причина, по которой меня осудили, одинаковая. Это правда. Ты представляешь, о чем Бог подумает, услышав твои слова? Люди обманываются сатаной. И они противятся церкви. Всегда сатана так действует. Так было при жизни Иисуса, при жизни Мартина Лютера, при Джоне Вестлера. Всегда было так. Теперь давайте мы будем смотреть на Господа. Будем смотреть на Иисуса. Иисус трудится вместе с вами. Порой появляется страх, появляются переживания. Но если мы будем с Господа, ни в коем случае мы не потерпим крах. Пускай ваши сердца не колебаются. Отдайте себя Господу. Ваш дух, ваше сердце, дайте Иисусу Христу. Тогда вы будете идти вместе с Иисусом. После испытаний, как у Давида, как у Иосифа, как у Петра. Вы увидите, как будут совершаться драгоценные дела Божьи. Много прошло времени. И уже 2021 год. Я удивляюсь, видя, как Бог использует такого, как я. Я ничтожный человек. Я думаю, и в ваших глазах я ничтожный. Но я благодарен. Потому что Бог у каждого из вас, как Он действовал у Давида, как Он действовал у Иосифа, Бог хочет действовать в вас. Если вы будете получать руководство от Иисуса, всю вашу жизнь будет вести Иисус. Здесь рядом есть один знакомый, военный. Когда мой сын служил в армии, он был секретарем, главнокомандующего специальными войсками. Ему было 26, когда он пошел служить в армию, а это достаточно поздно. Один брат, он позвонил мне и говорит, «Я хочу, чтобы Янгук служил, так скажем, в хороших частях». Я сказал ему, «Брат, не надо ничего делать. Бог будет действовать. Бог будет помогать. Пожалуйста, ничего не делай. Ты не можешь сделать лучше, чем Бог». И я отказался от его помощи. Когда Янгука забрали в армию, первый день, когда его взяли в армию, всем сказали сдать тест на английский язык, и он занял первое место. Главнокомандующий специальными войсками, главнокомандующий позвонил командующему части города Данунцан. У него есть пять секретарей, и один уходит из армии. И в этот период он сказал, чтобы тот человек, который займет первое место по английскому языку, чтобы его отправили его часть. Мой сын учился в Америке, поэтому, естественно, он лучше всех знал английский язык. Мой сын, Янгу, когда шел в армию, он про себя думал, чтобы не попасть в специальное войско. Но его отправили в спецвойско. И однажды кто-то использовал телефон главнокомандующего и позвонил своей девушке, которая живет в Японии. Это было нарушение безопасности, и об этом было доложено главнокомандующему. Главнокомандующий сказал, кто использовал мой телефон? Ему сказали, говорили по-английски, а это, скорее всего, Янгук. Главный командующий сказал, пускай придет Янгук. Зачем ты звонил? Это не я, командующий. Почему ты обманываешь? Отправьте его в тюрьму. Его должны были отправить в военную тюрьму. Но знаете, за что я был благодарен? Он никогда не молился вся всю ночь. Но в тот день он молился всю ночь. На следующий день он собрал вещи и обратился к майору-генералу, чтобы доложить, что он идет в военную тюрьму. Майор-генерал хорошо знал Янгука, моего сына. Он спросил, правда ты не звонил? Да, это не я. Твой отец же пастор, верно? Да. Ты можешь поклясться именем отца, что ты не звонил? Да. Ты же веришь в Иисуса? Да, сэр. Ты можешь поклясться именем Иисуса, что ты не звонил? Да, сэр. Тогда генерал-майор обратился к военачальнику и сказал, генерал, по-моему, Янгук не звонил. Нет, точно он звонил. Но проблема в том, что никто не видел, как он звонил. Правда? Почему сказали, что это Янгук звонил? Потому что говорил на английском. И так его не отправили в военную тюрьму. Когда Янгук заканчивал службу в армии, я встретил генерала-майора. Я поблагодарил его. Он говорит, знаете, я 20 лет служу в армии, и впервые в моей жизни я сказал мнение, которое отличается от мнения моего командующего. Иногда я с ним вижусь. Я ему передаю Евангелие, но пока он не получил спасения. Недавно я с ним общался снова. Есть депутат из Аляска, он хотел обсудить некоторые вопросы и посетил нашу церковь в Аляске. И через программу Zoom я общался вместе с ним. На протяжении 40 минут я передавал Евангелие. Я не знаю, как закончилось их общение, но он открыл свое сердце перед нами. Бог без конца действует, что мы встречали многих людей, благовествовали в Евангелии и открывает пути. Мы просто трудимся, а Бог планирует те вещи, которые мы не можем себе даже представить. Мардахей должен был погибнуть, но Бог приготовил план по спасению Мардахея. Нам должно быть тяжело. Но у нас есть Бог, который помогает нам, поэтому это удивительно. Многие люди, к сожалению, называют разные причины и отдаляются от сердца Бога. Они любят свою плоть больше, чем Бога. Любят себя больше, чем Бога. И заботятся о себе. Это самое глупое. Наш пастор Паксунсу кажется, он завершает свою жизнь в 60 лет. Но я горжусь им, потому что он ради Евангелия всем сердцем служил Богу. Служил в Украине. И где бы он ни был, он трудился во славу Бога. Где-то около часа я находился в машине и ждал встречи его. Я хотел увидеть его лицо, но, к сожалению, я не смог увидеть. Однако, Бог вместе с ним. Когда вы предстанете перед смертью, может, кто-то умрет в пустыне, кто-то, может, умрет в горах или дома. Неизвестно, как мы умрем. Но мы шли вместе с Иисусом. Будем жить ради Евангелия. Когда мы встретимся с Господом, я уверен, мы будем счастливы. Не отдавайте свои сердца мирским, плотским вещам. Любите Бога. Давайте все мы получаем помощь от Бога. Давайте будем служить Господу. Да, порой мы не знаем волю Бога. Пресс-фиктор Го, когда умирал, он не был в возрасте, чтобы умирать. Или пресс-фиктор Го мог, я не думал, что Бог его заберет. Или брата Чон Суон, нельзя ли было оставить Богу его? Но в делах Божьих мы ничего не можем сказать против. Но даже так Бог порой действует. Однако всех нас Бог любит. Давайте будем любить Бога. Давайте будем следовать за Иисусом Христом, который умер за нас. пускай наши глаза будут направлены на Бога, а не на этот мир. С этого момента следуйте за Богом. я желаю, чтобы Бог благословлял вашу жизнь. Какая бы тема ни пришла, что бы ни пришло к вам, не отдавайте себя плоти, уничтожайте их. И если вы будете свободно трудиться ради Бога, я уверен, что вы получите благословенную жизнь. Я верю в это. Я славлю Богу, который является нашим путеводителем. Я благодарю Богу, который помогает нам. Он наш вечный Отец. Я желаю, чтобы все вы поверили в Бога. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok